Деятельность прокуратуры за отчетный период была сосредоточена на проблемах, актуальных для всего Волжского бассейна. В Верхневолжье особое внимание было уделено исполнению лесного законодательства. Тверская область считается одним из самых лесных регионов в ЦФО. Зеленые насаждения занимают почти 60% от ее общей площади. В связи с этим одним из самых распространенных преступлений является незаконная вырубка леса. По данным следователей, чаще всего от черных лесорубов страдают Сележаровский, Нелидовский, Максатихинский, а также Старицкий и Ржевский районы. В последних двух полицейские вышли на след злоумышленников, вырубивших лес на десятки миллионов рублей. В настоящее время рассматриваются в суде уголовные дела в отношении участников преступной группы, которые в течение двух лет незаконно и варварски осуществляли вырубку леса, причинив ущерб государству на сумму более 20 миллионов рублей. Серьезной проблемой для Тверской области является огромное количество запрошенных торфоразработок, расположенных в том числе на территории лесного фонда. Природоохранная прокуратура пришла к выводу, что в 2014 году меры по снижению их пожарной опасности не предпринимались. Кроме того, на территории Тверской области недостаточно эффективно осуществлялся Федеральный государственный пожарный надзор в лесах. В целях устранения отмеченных нарушений Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой внесены представлениями министру лесного хозяйства Тверской области, руководителем ряда государственных казенных учреждений. Острой проблемой для Твери является и отсутствие четких границ у особо охраняемых природных территорий. В частности, речь о Бабачевской, Комсомольской, Первомайской рощах и других объектах. Напомним, начавшаяся в прошлом году застройка рядом с Бабачевской рощей наделала много шума. Теперь этот же застройщик вплотную подбирается к Комсомольской роще. Шанс сохранить зеленые насаждения и определить их четкие границы появился только после вмешательства природоохранной прокуратуры. На сегодняшний день удовлетворен и рассмотрен иск природоохранного прокурора о постановке на государственный кадастровый учет особо охраняемой природной территории Бабачевской рощи. Екатерина Карпова, Светлана Маркина, Руслан Попов, РЕН-ТВ-Пилот.